всем привет дорогие друзья с вами как всегда я плоскун и сегодня мы с вами будем тратить ключи на черном рынке в игре вороваться и вообще ситуация какая я лично как не особо последнее время делал видео про черный рынок потому что ну как-то он не знаю мне кажется он устарел новые особые поставки выглядят набор намного более выигрышными там классные призы новые роботы а черный рынок он да он обновляется раз несколько месяцев но эти обновления они какие-то ну все равно то есть там экипировки самой ноу нету а только есть немного устаревшие вещи и даже вот откроем супер игру вот если вдруг кто не знает то чтобы открыть супер игру надо открыть 9 золотых сундуков там серебряных еще больше то есть там как бы по-хорошему раньше как было было открытие либо 9 золотых сундуков либо там 85 серебряных либо там 850 бронзовых и все было так потом разработчики понизили заполнение вот этой вот шкалы супер игры от бронзовых и серебряных и теперь даже не знаю сколько там надо сундуков открыть там вообще какое-то огромное количество если открывать только золотыми но вот в общем допустим ты играл весь месяц решил открыть все таки супер игру там накопил ключи вот и ты получаешь в лучшем случае титана вот какого-то не самого нового да конечно если очень хороший титан там индра или тот же лучедор ну вот ну а роботы сами видите да здесь есть топовые роботы вроде марс там да и в принципе все все остальные как бы вообще старые вот допустим гарпи там ну гарпи ладно она еще нормально ну блин фафнир равана скорпион которым уже фиг знает сколько лет которые в чемпионе играют только в очень хорошие прокачки вот shell который бесплатно давали альдиметры бесплатно давали урочи вот значит сами понимаете да то есть ну гнаться вот за роботами супер игре это такое себе занятие а вот если говорить про золотой сундук здесь есть хорошие предметы но проблема в том что как и вот я рассказывал в предыдущем видео что слишком много различных призов и что-то конкретное ты вряд ли сможешь получить допустим есть офигенный турель gravity amplifier ты такой я вот хочу выбить ее можно выбить только из золотого сундука на черном рынке ну и как бы фиг бы ты этот gravity amplifier сможешь заполучить потому что даже если допустим у всех призов здесь равные шансы упадения то представляете то есть вот кого говорят что это gravity amplifier очень маленькая и в целом так со всеми пушками потому что да здесь есть очень хорошие пушки там звуковые хоть они там даже старые но все равно не тащат вот хаммер тоже вот тата тейла вот эти пушки это вообще здорово вот ну то есть в общем здесь много всего хорошего но если какую-то сборку специально стараться выбивать то вряд ли это получится ну и еще относительно недавно разработчики добавили такие себе вещи сюда это вроде 3 миллиона серебра я раньше жаловался 110 миллионов это мало на черном рынке вот теперь может выпасть 3 здесь это еще не так плохо но вот и энергоблоки 3000 это немножко не то что ты хочешь получить за 1000 ключей ну вот ночью ладно давайте уже начинать открывать сегодня у меня 31000 ключей сегодня 31 мая последний день когда сезон активен завтра все обнулиться будут новые ключи возможно даже новые призы будут будут ночью ладно давайте открываем и опять же игра начинает думать все как в прошлый раз как мы со спектром открывали эти ячейки страшный так и выпадает айвори атомайзер айвори атомайзер это очень плохо вот да и как-то там бафают кто-то с ними потихоньку начинает играть но блин пушки как и не тащили так и продолжают это делать и точно не стоит их прокачивать сейчас чемпион не тащит вот скади да это вот из той же оперы то что пушки не тащит после всех этих ребалансов даем там урон повысили на 40 процентов но все ромка пушки не тащили так и продолжают это делать и на выпадает candy вайпер мне кажется как-то специально дается вообще то что совсем не тащит потому что вайпер до candy вайпер в прикольный мне очень нравится внешне новогодние но блин это вообще как по мне пушка не тир-4 это этап тир-2 максимум то есть имея никто в чемпион не играет вот это уже хорошо и вьюна амплифайр это один из лучших модулей в игре защитных вот вообще вы если где-то видите слова амплифайр в модулях то все это модуль хорош там они все хорошие там что нуклер что репейр что имьюна амплифайр вот да вот ну да жалко что не репейр амплифайр но энергоблоки ну я им не особо рад когда у тебя их и так сотни тысяч вот потому что блин они очень часто выпадали раньше то как-то с трем тысяч чем ты не особо радуешься вот лантерн выпал ну лантерн это хорошо конечно уже пушка начинает устаревать особенно там урон понизили или не понижали а это дазлером понизили да лантерны давно трогали вот скорчер да скорчер это максимально такая себе вещь ну вот то есть кто-то играет кому-то нравится но я чё-то как-то вот не проникся айвори атомайзера да да блин сейчас будет прикольно если получим три айвори атомайзера и одну айвори равану я такой сборки в по двадцать первом они даже двадцатом году просто мечтал потому что это был главный приз события вот а там и равану понерфили много раз и там эти атомайзеры порезали в общем такая себе комбинация стала вот и сейчас вот просто если что-то хорошее выпадет это титан вот титан тут индра и лучедора это хорошо если вот выпадет айвори равана тоже буду рад потому что это будет забавно вот если выпадет хокк или скорпион это все это просто это очень плохо сквендер шелл это плохо это робот не тащит совсем то есть да в низких средних лигах играется там сейчас по моим все бегают то что бесплатно давали данного робот неплохой ну как бы для низких и средних лиг а в чемпионе его там разбирают очень быстро там эти вот тэйлан клоу джо пушки они просто не оставляют шансов они игнорируют физические щиты и робот быстро разбирается но инценираторы тот же по сути скорчер просто тяжелая версия ну и как бы ну я не знаю я как-то ожидал что-то получше вот хазард да и хазард это уже неплохо пушки хороши особенно если там вот поставить он на них тоже распространяется сборка классная я раньше только с этими пушками играл инцениратор максимально забавно что выпадают всего по две пушки до этого были атомайзеры причем айвори атомайзеры две штуки теперь инценираторы то freedom avalanche тут кстати с пушками вообще забавная ситуация то что поначалу был какой-то хлам вот на них никто не играл потом что-то их начали продавать массово это ну типа по дешевке там бегемот с четырьмя avalanche там все понокупали начали использовать и зачем-то понерфили там урон сделали меньше вот я как-то эту тему пропустил я с этой пушкой не играл никогда вот о крио да вот но крио это совсем плохо они раньше были в ящике за 100 ключей вот и там да это был хороший приз для новичка а за тысячу это блин ну плохо а вот именно play fire это хорошо это как я уже говорил ранее один из лучших модулей и это действительно вещь который меня радует вот ну давайте что она выпадет ardent viper то есть это то что и candy вайпер просто другая внешне внешний вид у него другой но характеристики один в один ну вот я не знаю как вам не ardent viper меньше нравится чем candy вайпер то что кэнди вайпер это что такое особенное вот ardent ну тут много чего ardent есть поэтому но хорно да выглядит красиво стеллар серии вообще божественно выглядит как по мне но при этом пушка такая себе объективно то есть никто не играет чемпионе я про я просто хочу еще вот то есть забавно что на черном рынке пушки как-то слишком перемешанные то есть в основном да они какие-то старые чем некоторые очень старые но при этом то есть как-то выпадает вообще что-то разное разнообразное вот выпал сераф или как они там по-английски его сераф называют вот но чем робот неплохой да его из ангара убирать пока не стоит вот но столько раз что-то ребалансили по муж три раза если не ошибаюсь и вот чтобы прям с комфортом играть нужно виктория без виктории сераф вообще что-то как-то слабоват тем более в низкой прокачке вот раздор да вот если выпал год назад я вообще был бы дико рад но вот но а тут вот выпал сейчас и как-то ну фиг знает фиг знает уже не так тащит но вот выпал пульсар пульсар на не хорошая пушка вот и сейчас будет что-то завал на скоро выходит ultimate пульсар следующий обнове вот и у них там урон какой-то вообще запредельный там еще ариса сделают с тремя средними слотами но правда каждый будет все очень круто но опять-то это фиг получше как спектр 2 миллиона золота тратишь и не получаешь вот поэтому спорный момент вот кстати будет особый приз следующем сундуке давайте мне просто интересно он будет отличаться от обычного или это тот же самый обычный приз выпадает столар призом то же самое это я не знаю как особый приз от обычного отличается чего подала примерно то и выпадает дальше пушка до хорошие на кризисе такие четыре вообще шикарно вот но как бы учетах хотелось бы получше получше конечно хотелось бы ну а давайте открывать дальше а и блин я случайно не туда нажал я хотел открыть один вот а походу мы сейчас с вами откроем 11 ну ладно чё ладно вот выпадает куджил дальше выпадает магнитар фейнтер ну фейнтер это хорошо теремок хелл такое скади туда же что еще тейлон вообще отлично причем крыл ограниченный это редкий хорнет но я уж говорил девастатор супер на энглера того же поставить на валанчи вы знаете клоу это тоже неплохо ну и снаер поставить кстати очень редкая пушка теремок снаер там его короче добавили в игру но нельзя было его и событий получить двадцать первом году его только добавили в двадцать третьем году в золотые сундуки на рынке вот и как бы все таки а чё смысл такая пушка была что ли в игре ну и как бы да очень такая редкая пушка выглядит красиво но уже немного устарела но вот в общем а еще у нас супер игры есть до супер игры давайте пооткрываем нас помадная а да да у нас 11 тысяч ключей было вот опять долго думает ну давайте айвори равану что вот по красоте и все как бы это ну нет хим дал выпал ну да то есть две тысячи платиной и сейчас продают ну как бы титан такой средний я я лично не особо люблю на нем играть вот ночью что полно пушки 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 серафы был в целом это хорошо это лучше чем чего шелл утнушил такое вот пушки модуль пушки ну и в целом все ладно давайте еще напоследок откроем вот эти серебряные ящики но роза линда такой пилот средненький для тифона что еще джет парк лес на хорошего для ребуса но василиса это маст хэв для ревенанта еще серебро энергоблоки вот ну и как-то серебряные сундуки они неплохие тут можно корабль получить можно пилотов получить но как бы все равно вот раньше здесь пушки были вот мне раньше больше нравилось ну а золотые сундуки да это конечно здорово но вероятность то что будет то что тебе надо она сами понимаете очень маленькая да ну еще получилось какое-то такое видео я пооткрывал сундуки впервые за долгое время раньше я часто делал видео с открытием там этих сундуков на черном рынке в последние события ну а сейчас что-то как-то редко стал такие видео выпускать поэтому обязательно пишите комментариях нравится вам такой формат или не нравится может быть чаще это все делать но если не нравится буду делать обзоры сборок в общем все как было до этого да очень ладно всем большое спасибо за просмотр если вам понравилось видео не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну а с вами был я полоскун всем удачи всем пока а